всем привет дорогие друзья сегодня у нас как всегда новый влог значит кто спрашивал про платок куда вы будете носить платок зачем он вам нужен вот так вот вот так вот и буду мне очень понравилась расцветка вот это вот безумно красиво кто пишет знаете купите павловский посадский платок как можно носить подделку кто сказал что это подделка мне кажется вот все что в мире есть все друг за другом повторяют вот история повторяется в моде повторяется там силуэт один платья разные и вообще вот этого не прямо вещи должны быть разные она и серьги в посадские платки они действительно очень крутые очень классный но этот платок я хочу сказать ничем не хуже ничем не хуже у каждой вещи есть своя функция ну а я все-таки вот вам рассказывала иду сейчас делать напыление вот это вот бровей в общем то сейчас посмотрим с вами посмотрите сейчас вот на этот вариант запомните все таки добились того чего хотели кто писал постоянно без конца в общем сейчас пойдем с вами посмотрим не знаю там поснимать получится не получится поэтому вот снимаю перед тем как туда дойти но у нас уже снежок снежок выпал вовсю правда он тает сейчас вот это вот знаете будет до декабря я имею ввиду вот до нового года вот это будет выпадать таять выпадать таять выпадать таять но снегом гораздо красивее потому что все светло все бело сейчас я вам покажу вот так вот смотрите выглядит сейчас наш бульвар весь в снегу здесь вот видите уже тает тает непонятно на улице вроде бы морозец наверное скорее всего посыпали вот здесь вот дороге наверно скорее всего посыпали ну а молодежь бегом лепит снеговиков снеговиков такая зимняя забава мы тоже лепили тоже нужно ваньку вытащить не хочет никуда идти ведь у меня сегодня законный выходной сусти в салете ведь законный выходной я делаю то что мне нравится ну не поспоришь вот так вот меня сейчас выпроводи на улицу против моего желания иди двое гуляй нужно погулять нет нет но на санках наверное уже скоро можно будет кататься может быть даже кто-то кто-то уже и катается на ледянках сейчас с вами посмотрим пруд в пятнадцатом районе мне горит именно снимите обзор на зеленоград я думаю как я мог снять обзор на город город у нас большой довольно таки часто спрашивают где лучше жить тоже все зависит от вкусов привычек всего остального мне нравится больше всего 16 17 микро и пятнадцатый но это чисто мое восприятие потому что может быть я здесь живу смотрите у нас эти практически замерз пруд и уточки бедные ютятся скоро им нужно будет куда-то улетать в тепло потому что скоро замерзнет все но не улетают до последнего в том году много растаяло вот так вот потом вообще тепло было я помню прям такой момент что прям минусовая температура потом плюс все растаяло а сейчас и так вот люди подкармливают получают удовольствие когда кого-то кормишь получаешь удовольствие реально от этого вот он 15 район там 16 район через дорогу там андреев кого кто-то спрашивал вот эти вот дома видите высотные это поселок андреевка это московская область уже к зеленограду не относится но по факту это находится в зеленограде поэтому прописка будет уже подмосковная цены на жилье дешевле существенно потому что здесь москва через дорогу подмосковье а по факту все находится в одном месте поэтому кто про андреевку спрашивал андреевка именно там еле успел окно водка анастасия пришла и я как помните в прошлый раз коррекцию не делала когда делала брови и поэтому мне объяснили они мне очень быстро вымылись потому что обязательно нужно делать два раза первый раз пигмент выводится второй раз уже это прямая задерживается потому что его слишком много так ну что форма будет у нас вот такая вот вот такая вот не дорисовались а это у нас еще одна одна вот такая вот но нет форма форма красиво мне нравится что здесь вот этот вот уголочек длинный да что он не углом вот этим сделано что он закругленный такой хорошо так ну что вот такая вот форма у нас получается вот здесь придется немножечко чуть чуть убрать волосы именно мои волосы ну так вот как бы чисто внешне смотрится неплохо давайте посмотрим сейчас какой цвет мы выберем что будет и как карандаш фломастер но он по факту так и получается да как фломастер просто он еще плюс чуть чуть глубже в кожу внедряется да да иголка входит в кожу до одного миллиметра и по сути мы получается царапаем ну да оно так и есть да то есть иголочки поцарапаете то же самое как царапание если кто-то боится от этих болевых ощущений ну вообще отлично шикарно прям то что я хотела смотрите какая красота но здесь один раз прошлись да вот мы кончик да кстати кончик вот этот вот второй раз с анестезией ну вообще практически никаких болевых ощущений нет так что сейчас будут идеальные брови вот такой вот у нас результат получился теперь кто мне будет опять писать про брови сделайте брови накрасьте брови все сделала мне очень нравится потом я унастасии спрошу если она не против то дам вам координаты ну в принципе наверно ссылку могу дать на инстаграм если кому-то в зеленограде нужно то обращайтесь мне понравилось ну что для тех кому интересно находится это корпус 1546 вот здесь вот кабинет косметологический кабинет так ну а наша знаменитая подсветка 20 микрорайон я сейчас брови не брови надо моим наготовить на неделю еды поэтому зайду в перекресток сейчас за продуктами что перекрестки уже новый год вовсю как и перед перекрестком елочку поставили но я сейчас как всегда все здесь каких нибудь фруктиков нам не себе а нам лимоны видимо по супер цене 99 рублей чуть сегодня ассортимент подобрали все что ли этих нету не яблок хороших яблочки у нас сейчас гала 84 рубля фуджи фуджи с ней не особо так а gold 109 gold 109 так что же нам нужно взять с еще смотрите к новому году эти игрушки появились перекрестки но я даже не знаю что ну курицы наверно сейчас как всегда возьму с курицы что-то приготовлю вот сосиски по 189 рублей здесь всегда вот это вот витрина стоит где скидки ведь сейчас реклама на докторскую колбасу скидка стоила 690 рублей сейчас 340 но ты за 100 грамм еда колбаса докторская тоже 320 стоило сейчас 200 рублей все это очень хорошая цена это фактически закупочная цена колбасы поэтому по таким ценам конечно можно брать все так манически обещала какой-нибудь десерт принести вкусный я бы знаете что взяла меренговый рулет если бы он здесь был очень вкусный никогда представляете до этого пока мне не угостили ни разу не пробовал меренговый рулет насколько он оказался вкусным так 100 100 100 100 что взять такие маленькие какие-нибудь здесь пирожные от палыча набор мини тортов от палыч все 19 кексики какие-то у меня ванька он очень разборчиво значит знаете не все будет есть возьму наверно пирог тирольский пирог тирольский 20 20 20 числа такая этот пирог тирольский пирог тирольский пирог он у меня любитель так дальше надо в отдел с курицей попасть лопатки видите зима перекресток очень быстро реагирует лопатки сразу же строить 7 что вообще все про схватали суббота то ли выкладывать некому не успевают они так мне нужно это грудку курина это отбивные сейчас можно по-быстрому да по искалок из индейки по-быстрому пожарить а вот грудки курины все практически выбора нет это очень большие упаковки а мы все украшают все к новому году так покупные фарши ладно придется мне на завтрак суп подложить сегодня курицы нет заходить сейчас куда-то еще не охота сейчас котлетами отделаемся а завтрак когда уже из рыбки хочется что-то хочется вот это наверно сейчас хочу взять на пару рыба просто порезал и съел вкусно полезно быстро у нас тоже видите перед перекрестком елку поставили там вот этот вот сейчас парковался парковался парень делим мобиль или как и прямо вот в эту въехал вот в этот вазон который там стоит справа причем со всей силы не знаю вот как они но этот которые автомобили вот они видите делим мобиль который напрокат неинтересно как потом будет за нее там и отвечать это боковина и сейчас со всей силы помял но не увидел вот они же маленькие вот эти столбики столбик не увидел прям в него въехал у нас я смотрите шла я на брови в три часа сейчас шесть часов от шесть часов уже вот такая вот теме хотя не совсем до 7 7 что называется тут пироги всегда и почему их не очень люблю покупать потому что называется принеси домой правильно вроде бы идешь пакет держишь прямо а он все равно переворачивается все ягоды сбиваются ванька доволен счастливы вместе а я хочу вот эту прям рыбку такой отварную очень вкусно и ну и сейчас попозже эти наггетсы ваньки сделаю наггетсы отбивные как хотите назовите война до аккуратного вот здесь вот так вот сейчас подожди надо здесь сбоку открыть там протереть а потеряла здесь расскажи а кого-то потеряла здесь ходишь ищешь кого-то кричишь зовешь плачешь так ну что пришла домой сейчас у вани спросим его мнение вань ты видишь мамины брови но как ты считаешь лучше стало маме с такими бровями или не или нет или так или так же или ты не замечаешь я не замечаю когда я и заметил вот сейчас когда к тебе или когда я тебе сказала что некогда к тебе сюда лесом только притык когда заметил и что ты заметил что у тебя окантовка розовая что окантовка розовая но это ладно корочки сойдут ну в общем про брови в общем сегодня такая была процедура более болезненная чем в предыдущий раз возможно что в предыдущий раз меньше вот этой вот краски наносили я не знаю или может быть но не не настолько глубоко но здесь понятно что еще вот это все должно под зажить но это корочки такие иголочкой такой берут в такая мелко-мелкой иголочкой да и в туда вот этот вот краску эту вводят варваре не риск ваня искренне удивился зачем ну что же удивляется зачем не знаю в общем посмотрим потом это знаете как можно говорить о результате через какое-то время но анастасия делала мастер опыт у нее год если нужно то я вставлю наверное и инстаграм аккаунт если кому-то нужно ну и как всегда на сегодня это принципе такой небольшой влог мотивирующая история в конце даже не то что мотивирующая а история которая заставляет задуматься что мы всегда будем выглядеть в глазах другого человека именно таким каким он хочет нас видеть бабушка с девочкой жили бабушка была злая она жила с внучкой и она все время внучки говорила какая-то страшная внучка была маленькая еще девочка все какая что страшно ну какая что страшно все время говорила какая она страшно прошло время девочка выросла превратилась настоящую красавицу с очень тонкой талии с шикарными волосами рыжими так что проезжающие мимо машина останавливались предлагали подвезти не могли оторвать взгляда от этой девушки а это девушка по-прежнему ходила вот со своей вот этой злющей бабушкой и это бабушка когда шла рядом ты представляешь насколько ты страшно и что же вот эти проезжающие машины там мужчины жалеют тебя останавливаются и предлагают подвезти ты понимаешь какая ты страшная и история такая коротенькая о чем она говорит о том что красота в глазах смотрящего и если вы кому-то не нравитесь то чтобы вы не делали вы ему в любом случае не понравитесь тот кто умеет видеть красоту умеет видеть добро тот соответственно будет изначально настроен к вам лояльно вот ну а на сегодня это все всем как всегда желаю добра удачи позитива и как всегда увидимся с вами вновь пока пока